Привет! Увидели в Ашане дорогой стейк от Мираторг за 600 рублей и решили взять попробовать. Обычно мы всегда покупаем мясо на рынке у проверенных продавцов, потому что оно свежее и стоит значительно дешевле. Поэтому очень интересно, за что Мираторг просит такие деньги. Давайте прочитаем, что здесь написано. Стейк из мраморной говядины, полуфабрикат мясной из говядины, мелкокусковой, бескостной, охлажденной категории А. Это, кстати, очень круто. Упаковано под вакуумом. Состав. Тазобедренный отруб говяжий. Это весь состав. Если вы думаете, что купите стейки за 600 рублей, придете домой, кинете их на сковородку и ужин будет готов, то это не так. Потому что мясо сначала нужно нагреть до комнатной температуры. А это значит, что примерно час или два оно должно полежать у вас на кухне. Потом каждый кусочек нужно промокнуть бумажным полотенцем с двух сторон, чтобы ушла лишняя влага. После чего накрыть стейки пищевой пленкой и отбить специальным молоточком с двух сторон до нужной толщины. И это я придумала не сама. Это написано на упаковке. Теперь снимаем пленку и смазываем каждый кусочек мяса растительным маслом. Это очень удобно делать с помощью силиконовой кисточки. И вот только теперь стейки можно жарить. Стейки жарятся на раскаленной сковороде на сильном огне. У меня как раз есть сковорода-гриль, поэтому я делаю стейки на ней. Она для этого идеально подходит. По инструкции стейки нужно жарить так. Обжарить по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки, после чего убавить огонь и жарить еще пару минут. И потом выложить стейки на теплую тарелку. Наверное, мне надо нагреть тарелку в микроволновке. Вот так выглядят готовые стейки. При подаче их нужно посыпать солью, перцем и свежей зеленью. Но стейки правда очень вкусные. Если нет возможности пойти в ресторан, то можно приготовить такие дома. Правда, они достаточно дорогие. Напишите в комментариях, покупаете ли вы такие стейки или считаете, что это лишняя трата денег. Надеюсь, мой обзор был полезен и теперь вы знаете, что такое стейки от Мираторг. Продолжение следует...